привет сегодня я покажу вам как отдыхают израильтяне кстати я не думаю что еще в какой-то стране есть именно вот такая практика посмотрите видео если у вас другое мнение напишите буду рада узнать итак мы едем в город батьям город расположенный на берегу средиземного моря кстати есть две версии перевода названия этого города по одной версии это дословный перевод как дочь моря по другой как дочь иерусалима то есть ям это сокращенное от слова иерушалайм в последнее время город разрастается вдоль береговой линии и мы сейчас проезжаем новый район но давайте ближе к теме у у нас сегодня йом кейф то есть день кайфа и проведем мы его в шейр спа при гостинице арена мы начинаем наш день завтрака в ресторане гостиницы ребята если честно немножко шоке это совсем не тот уровень который я ожидала но совсем нету мы заходим спа вот здесь довольно людно на 11 часов у нас заказан массаж спа нам выдали ключи от шкафчика где можно оставить личные вещи ну честно сказать я уже немножечко успокоилась после вот этого ужасного завтрака в ужасной обстановке гостиницы вот можно было взять опцию после 12 часов взять у них талончик и пойти в местную кафушку вот я думаю этот вариант был бы лучше но мы приехали голодные как-то мы рассчитывали на завтрак с утра с утра мы в кафе не успевали перед массажем поэтому получилось как получилось но на будущее конечно лучше позавтракать дома потом пойти в спа провести время и остаток дня провести в кафушке на берегу моря это идеальный вариант мы находимся на территории спа вся территория разбита вот на такие отсеки в каждом отсеке есть джакузи и места для сидения но почему-то не в одной джакузи я не вижу воды в общем наш джакузи наполняется мы идем на массаж а потом спускаемся в джакузи ну что мы после массажа массаж был прекрасен ну что ж ребята массаж был хорош это исправила все мое впечатление об этом месте сейчас у нас набирается джакузи давайте подведем итог ну что ж мы приехали в батьян в гостиницу на бегу средиземного моря при гостинице есть спа салон шер спа здесь мы сейчас находимся наш пакет включал в себя массаж завтрак и пользование спа которая в принципе здесь только джакузи бассейн в гостинице за дополнительную плату но мы посмотрели на этот бассейн и решили что нам это не нужно в спа зоне есть холодные напитки есть вино есть пиво небольшие печеньки в общем как то вот так довольно неплохо я хочу сказать ну так на три звезды я бы сказал массаж был хорош массаж был отличный все остальное ну на три звезды кстати шер спа это большая сеть спа салонов по всему израилю здесь батьями нужно сказать я думаю что уровень немножечко ниже чем мог бы быть скажем в герцелии или в тель-авиве вот потому что города более раскрученные более состоятельная публика здесь немножко попроще мы получили вот этот день день кайфа в подарок поэтому как говорится дареному коню в зубы не смотрят удовольствие мы получили но могло бы быть лучше честно сказать такие пакеты можно купить самостоятельно и мы это не раз делали приезжая на мертвое море это правда это очень здорово это гостиницы четырех пяти звезд это бассейны которые включают термальные воды воды мертвого моря можно взять за дополнительную оплату массаж и включает обед так что мы расслабляемся у нас день кайфа вот вы представляете такой облом из лобби гостиницы есть выход на набережную но выйти на набережную нельзя дверь открывается только магнитной карточкой работников этого отеля и на нашу просьбу сказали нет обойдите вокруг вокруг это нужно пойти вот туда подняться обойти весь отель и тогда только выйти на набережную а вы знали что средиземное море самое опасное море опасно она наличием воронок смотрите набережная батьяма относительно новая она обустроена всего каких-то несколько лет вот и вдоль всей набережной есть вот такие стульчики чтобы можно было просто посидеть полюбоваться посмотреть на море смотрите как интересно можно не только посидеть но и полежать или вот здесь городской пляж в батьями несмотря на наличие медуз народу все-таки довольно много а мы направляемся на на розовый берег розовый берег это бар который был создан по подобию одноименного бара в амстердаме и мы идем посмотреть насколько этот бар стоит посещения ну похоже мы пришли розовый начинается прямо здесь ну просто просто облом бар функционировал всего несколько дней и говорят пользовался огромной популярностью но был закрыт за грубые нарушения трудового законодательства за привлечение к работе нелегалов без трудовой визы хозяевам заведения это грозит большими штрафами так что когда этот бар снова откроется и откроется ли вообще неизвестно жаль идея такого бара была просто замечательная кромка ну на 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok